Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Большой конкурс, большая перемена, мне кажется, перевернул представление многих о роли детей в политике, в экономике, вообще в целом в жизни. Потому что там такие фантастические дети, что, ой, поверьте, они еще много чего сделают. Но буквально вот со дня на день станут известны результаты, станет известно, кто пройдет финал. Но мы надеемся, что наша большая команда Амурской области практически в полном составе туда войдет. А у нас в студии сегодня находится координатор региональной команды «Большая перемена», а также член детского жюри финала конкурса «Учитель года» Варвара Черкасова. Здравствуй, Варя! Здравствуйте! Рада тебя видеть в твоем плотном рабочем графике. Слава богу, нашли окошко и смогли вот после очередного прилета с тобой встретиться в этой студии. Вообще, действительно, у тебя жизнь крайне насыщенная. Это у всех участников команды так? На самом деле у большинства. Потому что у меня участница региональной команды, Настя Житкова, буквально 20-го числа улетает в Москву. Только что приехала с полуфиналов до этого, месяц жила в Питере, тоже была в Москве. Потом девочка Лиза тоже месяц жила в Москве, потому что у нее были кассинги по актерству. И мы все вот в таком вот безумном графике постоянно куда-то ездим, потому что на расхват как-никак. Ну, вас действительно не так много. Сколько человек команды Амурской области? Амурской области нас всего 36 человек. Но, сказать, ребят, которые прям очень активные и очень работают, у нас человек 20-15. Но это много на самом деле. Ты же видела другие регионы? Общаясь с другими координаторами, с другими регионами, у них человек 50 официально на работу, человек 10. Поэтому у нас очень активная команда. И мы вышли даже в топ-10 регионов самых активных в России по Большой перемене. Ого! Ничего себе! Ну, скажи, как прошел полуфинал? Полуфинал прошел просто фантастически, потому что мы, как команда Амурской области, были одними из самых ярких звездочек. У нас девочки открывали речь на начале полуфиналов. Потом у нас были ребятам делегации на встрече с главой Росмолодежи, Ксенией Разуваевой. И я закрывала полуфинал. Плюс у нас ребята очень много участвовали в концертной программе. То есть ребята с наших коллективов закрывали и пели, и вообще участвовали в закрытии, потому что наши ребята реально самые талантливые, самые классные. Ну, я даже не сомневаюсь. Правда, посмотрим, конечно, потом, кто пройдет в каком количестве финал. Это, наверное, все-таки будет непростой выбор для жюри, да? Там, на самом деле, очень такая объективная система оценивания. Жюри, на самом деле, нас не знают. С нами были психологи, которые на нас уже смотрели, и баллы у нас уже у всех есть. То есть это балльная система, да? Да, да, абсолютно. У нас сейчас должно быть у большинства 670 баллов. Ну, это максимум, который может быть. И ребята, у кого 600 плюс баллов, с огромнейшей вероятностью уже прошли. Даже, наверное, 590-580. Остальные ребята, у кого баллы средние, ждут, надеются на то, что проходной будет такой, что они смогут попасть. Ну, финал будет уже скоро, я думаю, в ноябре, да? А где? В Международном детском центре «Артек». О, класс. Туда соберутся 1200 самых талантливых, самых классных ребят со всей России, где пройдет гранд-финал. И будет выбрано 600 победителей 309-10 классов и 311-х. Ну, ты занимаешься направлением урбанистика. Да. Вот как выглядит твое участие в «Большое перемене», я даже представить не могу. Как ты набираешь эти баллы, за счет чего? Что ты делаешь там? Ну, вот на предыдущем этапе я, правда, занималась урбанистическим проектом. Я представляла свой проект, который уже работает в администрации города. О нем я вот недавно рассказывала, «Парк без границ», я и представляла его. Что на полуфинале у нас у всех, независимо от направления, наставят в жесткую ситуацию, дают нам один экологический кейс на всех. Тема экологии была призвана темой года среди школьников, поэтому такой, соответственно, кейс. И тут как бы неважно, какие у тебя личные знания, компетенции, ты все равно должен проанализировать информацию, ты должен себя максимально качественно показать в той теме, которую тебе дают. В этом и есть критерий когнитивной гибкости, что независимо, какая у тебя будет тема, ты все равно сможешь ее решить. Ну, справились? Легко? Ну, отлично. Думаю, и дальше испытания тоже будут такими же простыми. А вот дальше у меня вопрос. Каким образом ты стала членом детского жюри конкурса «Учитель годов»? Вот это вот для меня было неожиданность, если честно. На самом деле для меня тоже. Вот веселая история. Сижу я у подруги на Камчатке в гостях, летала недавно на Камчатку. И тоже там позанималась некоторыми проектами. Да, тоже там поработала с региональной командой, все дела. Ну, сижу вот я на Камчатке и говорю Софе, Софа, я так хочу в Москву, ты бы знала, как я хочу в Москву. Просто соскучилась. И через два дня мне звонят организаторы, говорят, Варя, ты там анкетку прикрепляла на жюри конкурса «Учитель года». Поздравляем, ты прошла, мы тебя отобрали, ты прошла конкурсный отбор. Варя, ну это опять же не просто так, есть определенная предыстория, все равно тебя уже знают благодаря большой перемене, ты уже общалась. Это было закрыто тестирование ребят, которые находятся в группе «Аристотель». Это новый проект образовательный, который занимается сферой просветительности вообще с Министерством образования и Минпросветом. То есть вы помогаете Минобру, собственно, строить модель будущего образования в России, правильно я понимаю? И вот среди тех ребят, которые этим занимались, потому что они непосредственно связаны с образованием, запускали анкетирование. И вот сколько у нас там? Под 80 человек выбрали 15, которые были в конкурсном жюри «Учитель года». Как тебе учителя российские? Это, конечно, фантастический уровень, но на самом деле у нас было 5 человек на гранд-фитале в Москве, и каждый человек был абсолютно разным. У нас был Морозов от Хабаровского края, единственный представитель Дальнего Востока. Была Шрамко, девушка из Ставрополя, за которую мы, кстати, детским жюри проголосовали, она победила. И была главная победительница, которая детскому жюри понравилась не особо, но главному жюри и родительскому жюри понравилась очень сильно. То есть разошлись все-таки во мне. Да, да, да. Интересно, как это было. Вот какое твое отношение к образованию, не могу не задать этот вопрос, непростой, потому что с одной стороны ты член жюри детского учителя года, с другой стороны ты переходишь на домашнее обучение, и фактически сейчас уже школу не будешь посещать. Но у тебя выпускной класс, правильно? Да, у меня 11 выпускной класс, и на самом деле образование, это, наверное, не про школу образования, это больше про самообразование. Какая бы у тебя классная школа ни была, если ты не хочешь учиться, ты нигде учиться не будешь. Если ты сидишь в глухой деревне, и ты хочешь учиться, у тебя есть интернет, ты достанешь любые знания, которые тебе нужны. Для меня система образования, которая есть сейчас, она немножечко устарела. Она во многом, к сожалению, должна меняться, особенно в таких далеких регионах, как мы. Далеких, но недалеких, как говорил Морозов в Хабаровский край, и я с ним абсолютно солидарна. При этом расскажи, пожалуйста, какая роль учителя, по твоему мнению, опять же. Ой, у нас на Большой перемене есть классная фраза. Мы не оцениваем, оценим. И вот на самом деле, как детская жюри, мы не оценивали, мы именно ценили. И это было классно, потому что мы не пытались кого-то завалить, мы не пытались отомстить учителям за то, что с нами плохо обращались, за свою школу. Все такое. Нет, мы, наоборот, очень хотели показать, что мы дети, которые осознают, что образование это важно, образование это классно. Мы как трендсеттеры современного поколения хотим показать, что мы тоже хотим учиться. Мы не потерянные, мы такие же классные, возможно, даже в чем-то и лучше вас. Вот как лидера своего поколения, как раз скажи сейчас, пожалуйста, как один из представителей, все-таки какой должна быть школа, чтобы вам хотелось в нее ходить, учиться, и каким должен быть учитель? Школа должна быть неоценивающей, оценящей. Это главный критерий, и учитель, он должен быть не просто научителем, не просто давать на тебя информацию, а именно наставлять, помогать, потому что, так сказать, хардовые знания, те знания, которые такие очень специальные, их можно найти в интернете, их можно увидеть на курсах, можно увидеть где угодно. Но вот именно наставника, именно человека, который тебя возьмет за руку, поможет тебе в проектной деятельности, покажет, как это, зачем это, их очень мало. И очень хотелось, чтобы их было больше. И на самом деле я в свою школу прихожу в гости, возвращаюсь только ради таких учителей. И я хожу в школу как на лекции, потому что просто некоторых учителей интересно слушать, и ему потом хочется подойти и сказать, Лена Сергеевна, вот как мне здесь поступить? Подскажите, пожалуйста, помогите. То есть, а должно быть именно так? А должно быть так повсеместно. Варь, тебе спасибо огромное, правда. Ты действительно во многом и ты, и твои коллеги по большой перемене. Расширяйте наши границы, наше представление о жизни. Спасибо за это. Действительно, живя в Благовещенске, можно столько всего делать. И практически вот по всей стране и по всему миру. Тебе удачи, успехов. Надеюсь, скоро увидимся. А я напоминаю, что сегодня мы общались с Варварой Черкасовой, координатором региональной команды «Большой перемены», а также членом детского жюри финала конкурса «Учитель года». Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова